Ребята, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Сегодня необычный формат на самом деле и пока что в таком формате. Потом посмотрим и так далее. Я сейчас записываю на макбуке и собственно тестирую. Мне еще пока что нужно свыкнуться с переходом с винды на макбук. Соответственно, пока что немножко в таком формате. Достаточно поздно записываю, потому что пока все настроил, пока сделал так, как я хотел, хотя бы элементарно. Не знаю, посмотрим. Пока что так, потом может быть что-то поменяется. Итак, вроде бы меня видно, вроде бы меня слышно. Начинаем. Сегодня у нас секция этапы, в которой мы, собственно, разберем верстку этапов или шагов, как хотите называть. Эта секция есть в любом лендинг-пейде, в любом одностроительном сайте. И сегодня мы с ней поработаем. Единственное, смотрите, так, сейчас мне нужно подправить немножко. Смотрите, у нас немножко подпортилось, значит, вы сейчас, наверное, видите, обрезано немножко, видите, хром, но, тем не менее, это не мешает вам смотреть сайт. Потому что здесь разрешение 2К. Сразу же объясню, да, на макбуке разрешение 2К. Вот. Но при этом оно масштабируемо. То есть, чтобы адекватно можно посмотреть на 13-дюймовом макбуке, собственно, непосредственно сайт, ну, непосредственно вообще пользоваться компьютером, то ставится масштабирование. И это на будущее объясняю, чтобы потом не спрашивать, почему у тебя такой масштаб. И, соответственно, это примерно имитирует 1600 пикселей по разрешению. Если мы посмотрим просмотр кода, то мы увидим, что у нас, давайте возьмем максимум, 1440. Вот. То есть, это полная имитация 1440 на макбуке с 2К разрешением. Вот. Поэтому здесь сейчас у нас верстки проблемы, потому что мы ее не адаптировали. Здесь, в принципе, нормально все смотрится. Давно не были в этом проекте, здесь нужно адаптировать. Но это мы тоже попозже сделаем, когда будем заниматься адаптацией. Сегодня у нас блок-секция, как хотите называть, сегодня у нас этапы либо шаги. Обычно эта секция есть на любом лейнинге, она либо так сделана, либо иначе. И, собственно, начинаем. Так. Так. И хотел еще сразу, ребят, сказать, я параллельно буду писать. И хотел сразу еще сказать, то, что я видел ваш фидбэк по поводу последних видео. И я все принял, в принципе, все понял, что вас не устроило. И мы это исправим. Обязательно исправим. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Stages, да, этапы по-английски. Здесь мы видим контейнер у нас есть. контейнер, в котором у нас есть непосредственно... Так, как мы будем это все делать? Давайте сначала экспортируем картиночки. Ребята, очень непривычно, на самом деле, пока что вот, ну, я уже в работе более-менее привык, в записи видео еще нет. И пока что я вот прям на мониторе макбука, потому что монитор, который был до этого у меня в Full HD, он по сравнению с 2K этим экраном, Retina, он не такой качественный, мне некомфортно просто за ним работать. Хотя раньше было комфортно. Так, давайте на Icon 1. И здесь нужно выбрать папку не просто Red Group, а нужно еще выбрать папку Image. И здесь у нас есть Sales Action, и нужно создать папку. Она у нас будет называться Stages, этапы. Icon 1, все, экспорт. Еще мне пришли, что у меня Adobe XD на русском, потому что у меня Mac пока что на русском, я его забыл поменять. И непривычно как-то я привык обычно работает на англоязычном варианте. Ctrl-E. Так, стоит сюда, экспортируем. Дальше это тоже нужно экспортировать. Так, давайте внутрь посмотрим. Да, нормально все. Icon 3. Отлично. Я также, ребят, ссылочку оставлю в описании на мой второй канал. Подписывайтесь, потому что я хочу, чтобы моя аудитория частично перешла отсюда туда для того, чтобы, собственно, там уже снимать видосы. И там сейчас будут выходить регулярные видео, потому что на время я его забрасывал. Там вся информация по моему опыту личному, по развитию, по мотивации и так далее. Я думаю, вам будет полезно. И по бизнесу в том числе. Так, это, не знаю, line. Типа vertical line. Вот так мы, наверное, сделаем. Так. Что такое? Не сейчас. Ага. А у меня в этой обыске паузы не ставится, да, получается? Прикольная тема. Я хотел просто паузу поставить, ребят. Ладно, тогда без паузы. Ссори, что, ребят, в таком сумбуре небольшом, но как есть, так и есть. Так, мы это экспортировали. Окей, теперь вымучу у нас в stages. Подожди, нет, не экспортировали. Я все-таки не смог экспортировать по какой-то причине. Подождите. Vertical line. Я ее написал. Control-E, SVG, stages. Так, все-таки экспортируем. Да, забыл экспортировать. Окей. Кнопку мы уже с телесами прописывали. Просто мне нужно это все вспомнить, потому что давно было. Но, тем не менее. Как будем это делать? Так, у нас есть колонки определен, да, но у нас эта линия идет как бы вне вообще, да, вне. Вообще, если так подумать, да, то в целом мы можем и эту линию сделать как отдельный блок, как отдельная колонка. Она просто немножко будет выноситься, и вот эти вот сами шаги, они будут на нее добавляться. Я не знаю, нам вот сами кругляшки, их лучше сделать. Может быть, их вместе с линией нужно было экспортировать, чтобы уже не париться. И потом подстроить под них верстку. Такой вариант. Давайте так промо сделать тоже. Два варианта будет, там уже будет видно. Это все... Так, кнопку отсюда убираем. Кнопка это ни при чем здесь. Вот, в принципе... Так, единственное, здесь цифра куда-то пропала. Я не понимаю, то ли, куда она пропала. Давайте мы это исправим. Alt и переносим сюда. Здесь строчка. Так, и вот эта история. Давайте vertical line with number. То есть с цифрами. Так, stages. Экспортируем. Давайте теперь так попробуем. Все, примерно я для себя понял. Так, сейчас. Примерно для себя понял. Смотрите. Container section stage. Стоять shift. Надеюсь, ребят, для вас нормально по крупноте. Не знаю, можно еще покрупнее сделать. Но я хочу как-то так. Там, напишите в комментариях, если что, исправим. Так, смотрите, блоки у нас одинаковые все. Картинки идут. Это надо все подстроить. Так, ну это будет как средний блок. Это будет левый блок. Это будет правый блок. Ну, давайте условно сейчас сделаем, да, все это дело. Потом уже будем как-то смотреть, решать, что делать. Контейнер. Давайте row. Call. Мд. Так. Call. Мд. Ну, что касаемо сетки. Да, у нас сетка вообще есть в этой истории. Сетка. Сетка. Сетка есть, но она кривая достаточно. Блин, меня отнабряет реально русский. Руссификация нужно будет отключить. Как-то не привык я работать. Так. Call. Мд. Ну, примерно, да, то есть условно. Пять. Пять. Да, и два. Две. Нет, здесь это три. Может, даже четыре. Четыре, наверное, даже, да. Так, ну, все, по четыре у нас не может быть. Или может быть. Не может быть. Не может быть по четыре. По два она тоже не может быть. Ладно. Давайте сделаем, там уже посмотрим. Видно будет. Плюс колл мд. Плюс, плюс, плюс колл мд. Два. Ну, два это очень мало. Типа это очень мало получается. Плюс колл мд. Пять. Вот так. Ну, это очень мало, откровенно, да. Так, здесь у нас что идет? Нам нужно, важно сейчас занести тексты, да, в какой-то класс, чтобы это определить. First, fold and insert. Первое в следующем уроке будет более интересный проект, на самом деле. Ну, плюс-минус такой же, но дизайн будет покрасивее. Тоже по верстке. Так. Ну, давайте как сделаем. Я просто сейчас пока что в сомнениях, в сомнениях. Давайте какой-то в раппер сделаем, да, определенный в раппер. Или inner лучше. Я так привык делать. Stage left. Вот так, наверное, лист. Stage. Вот так пусть будет. Внутри, соответственно, инфо, да, просто инфоблок, в котором у нас будет h2, h, точнее, почему 2, h3, прошу прощения. Плюс, 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 плюс. Ну, просто можно параграф, можно div, description. Можно просто div. Не важно, в принципе. Внутри. Ну, как-то так, да, то есть это с левой стороны. И тут мы видим текст. Давайте скопируем. Еще текст. Так, давайте скопируем. Так, здесь какое-то тело. Но это уже потом. Здесь еще в левой части. Что мы еще? У нас также есть еще один блок инфо. И между ними блок имидж. Ну, прям так и назовем имидж. Ну, сленнинг не так много классов, поэтому имидж у нас не затеряется. Здесь же у нас будет картинка. Просто картинка, да. Обращается она к имидж. Тут есть класс у нас, точнее, папка stages и icon2. Все, здесь по текстовке мы берем вот этот. Can be used. Так. Так, здесь копируем. Угу. На самом деле, надеюсь, свет, ребят, вам нравится. Потому что у меня сейчас лотбок стоит просто огроменный. И глаза немножко, конечно, напрягают. Но я думаю, привык к нам. Так, посередине. Посередине просто картинка. Давайте тоже сделаем. Inner, Vertical, Line. И тут имидж. Картинка, Image, Stages. И пока что делаем с набрами. Здесь тоже самое абсолютно, да. Но в другом порядке. Сначала идет у нас. Мы это скопируем. Или можно так. Картинка, icon1. И здесь опять картинка. Правильно я понимаю? Да. Так, во-первых, здесь тоже вот так. Во-вторых, вот так. Так, и вставляем icon3. Угу. Can be used. Так, здесь у нас текст тоже другой. Так. Так. Ролик не зналивает этот. Выйдет сегодня. Наверное, завтра уже выпущу. Потому что я хочу, чтобы он набрал просмотр. Хотя посмотрим. Наверное, завтра я выпущу все-таки. Так. Image, stage, icon3. Окей. Join the moment. Так, здесь у нас что? Прям сюда должна уходить, получается. Так. Здесь нужно понять, как это там сделать. Сидит посередине прям. Ну, а что здесь понимать? По факту здесь ничего не понимать. Давайте посмотрим. Row. Вот по этой линии у нас идет. И тут пусть будет у нас wrapper btm. Кнопка. Кнопка, кнопка, кнопка. У нас вверху где-то она была join. И уже была такая же кнопка, только здесь у нас другими. Join the moment. Вот она. Так, только нам нужна вот эта кнопка. Давайте мы ее сюда скопируем. И вот сюда вставим. Окей. Пока что так. Join, join the moment. Окей. Теперь нужно понять, как это все будет выглядеть. Секция. Stages. Будем что-то все дело описывать в правой части. Так. Ну, сами паддинги я не помню, правда, ребята. Уже реально давно было. Мы их задавали или не задавали, я не помню. Так. Ну, давайте начнем уже описывать эти все. И по этим, по переменам я, честно говоря, тоже не помню. А, мы здесь, прошу прощения, проект перепутал. Окей. Stages. Ну, давайте начнем с чего? С инфо. Просто так инфо опишем. У нас есть определенный в инфо, инфо, инфо. Обратимся к h3. У него будет color такой. У него будет размер 25, фонсайз 25, у него будет фонт фейсбол, то есть 700. Далее, margin bottom 22. Margin bottom 22. После этого мы обращаемся, копируем. Обращаемся к диву, который внутри инфо находится. И у него чуть-чуть ситуация другая. Например, фонсайз 18. Фонт вейс 400 при этом. Ну, можно не писать просто, да. Color. Тоже такой же, да, насколько я понимаю. Да. Вставился мы что-то. Да, такой же. И margin bottom у меня, конечно же, здесь нет. Вот такая ситуация. Так. Что еще можно сказать про это? Да, по большому счету это ничего, да. То есть, как это все должно располагаться, пока что нужно понять. Ну, между ними должен быть отступ, да, определенно. То есть, 200, 200. 246, 130. То есть, очень какие-то разные параметры, отдаленные прям. Я предлагаю обратиться к inner stage left. Тут, кстати, мы inner не задали. Inner stage right stages. Ну, что были просто одинаковые, да. Минуч. Вот так. Stage right. Окей. Давайте к left обратимся сначала. Так. All autocomplete плагина нет. Подсказок надо, да. Я скоро понимаю. Если мы его поставим сейчас. Или он есть. А он есть, но он опять не работает. Фиг знает, ребят. Короче, перестал работать почему-то. Не знаю. Значит, здесь. Вы, кстати, можете сейчас слышать мой макбук. Это, конечно, один из минусов макбука. То, что он, у него охлаждение слишком маленькое. И, то есть, когда он немножко хотя бы нагревается, уже работает и прям слышно. Но такое. Так. Inner stage left. Ну, и тут нужно обратиться к image. Все очень просто. Нужно задать маржины. Margin top 200. Margin bottom 210. Margin. Блин. 204. 0. И 210, да, грубо говоря. Ну, 211. Будем писать точное значение. То же самое происходит и с правой частью. Inner stage right. Здесь мы обращаемся уже к инфам. Инфам. И в инфа у нас идет сверху отступ 246. Дизайнер тоже кривой. Смотрите. То есть, здесь картинка должна быть по центру этого текста. Ну, чтобы это смотрело. Здесь тоже как-то криво. Ну, окей. То есть, ну, делаем как дизайнер, да, сделал. Там уже я, может быть, исправлюсь. Мне прям очень не будет нравиться. 246 пикселей. И внизу у нас 130 вообще. То есть, ну, понимаете, да. Окей. Также я хотел бы еще описать. Это отдельно, наверное, в раппер. Button. Это у нас как бы div, да. Ну, и текст line center внутри. Все, ну, и надо будет еще маржин топ прописать. Так, и у нас внезапно этих. Сразу видим. Давайте не будем все смотреть и перейдем к этой истории. Сейчас мы зададим 197 аж и 178. Если мы это все уравняем с вами, откроем, например. Блин, сейчас, секундочку, ребят. Я так и научился свайпать нормально. Да. Понятно. Я так и научился полоску выдвигать. Ладно, не суть. Что у нас там за значение? 178, 178 и 197 плюс, ну, там, 198, грубо говоря, да, разделить на 2 немножко математики. 188, чтобы было все поровну. 188, пам-пам-пам-пам-пам, 188. Page, памик, 188. 0, да, то есть сверху и снизу. Так, здесь прилипло все. Непонятно, как оно вообще. И здесь не задалось почему-то. Уже я не сохраняю. Так, полоса у нас, конечно, ну, ушла погулять. Вообще не то, что нам нужно. И внизу. Внизу непонятно. Кнопки какой здесь отступ идет? 142. 142. Так. Stakes. Почка в раппер. Раппер. Батон. Блин, все забываю, потому что уже, ребят, ночь, как бы, уже я обычно такое время сплю. 142. Я должен записать видео просто. Вот. Вот ситуация хорошая. Так. Окей, я рад, что здесь у нас все похоже очень. Что касаемо вот этой истории. И картинка, да, то есть там она у нас и помним. К правому краю. А тут у нас не к правому. Тут к левому все нормально. Здесь к левому. Здесь тоже нормально. А здесь нужно ее передвинуть. А именно, как это сделать? Мы переходим в Image. Задим Display Flex. И Align. Ой, прошу прощения. Justify Content. Flex. And. Все. Таким образом все это задается. А теперь это все нужно переписать. Info. Image. Left. Display Flex. Align Items. Ой. Justify Content. Flex. And. Вот так. Да. Перенеслось. Меня интересует... Так, это мы отключаем. Меня интересует, почему у нас эта линия такая не очень, грубо говоря. Но все очень просто. Да? То есть по ширине она у нас 160. По макету она у нас сколько идет? 260. То есть ровно 100 пикселей больше. И, ну, сами понимаете, да, чтобы нам это стабилизировать, нам нужно здесь указать другое значение CallMD. Если мы укажем 3, то у нее будет 266. Ну, плюс-минус, кстати, то, что нам нужно. То есть CallMD3 для нас оптимальный вариант. Здесь давайте посмотрим. 400. Здесь 400. Но здесь, мне кажется, правая сторона должна быть меньше, чем левая. Хотя так-то, мне кажется, это будет все-таки. Давайте мы сейчас разные варианты попробуем. 3, 4, вот так-то получается. Типа нужно будет уменьшить отступы. Не знаю. Если наоборот. Вот, наоборот, гораздо лучше. Я предлагаю подтянуть нам отступы. Все-таки привести их в человеческий вид. Давайте здесь как-нибудь мы все-таки... Я не знаю просто реальную. Конечно, такие здесь пиксели. Еще выше. Вообще-то, как-то в отдельный бэк-класс вынести, я не знаю. Мидл. Отдельно пропишу, ребят, потому что... Вот так, мидл маржин. Все. Так, все. У всех есть, да? Примерно 180. Так, давайте сами покрутим, поверьте. Все, у нас там как идет в этом макете? А, просто заголовок, да? Зайти должен. Окей, тогда пониже. То есть, заголовок прям как... А, прям вот так. То есть, грубо говоря, вот так. 180 оставим, и в принципе нормально. А у нас 180 было. Так, а внизу? Так видите, из-за того, что дизайнер как-то не так немножко сделал. Ну, как-то вот так, кстати. Да, 140. Ну, так и кнопка. Кнопка, кнопка. А, должна уйти у нас за минус. Кнопка такая стандартная, я не знаю, у нее ничего не меняется. Или меняется? Не, меняется, кстати. Она побольше гораздо. Кнопка побольше у нас. И отступы другие. Давайте поменяем ее. Насчет отступов не уверен, на самом деле. Stages и... Точка, btn. Хотел сказать, btn мы сделаем. OnSize, сколько у нас там? 34. Опа. Ну, это все нужно вернуть просто, да? И вот так немножко сделать. Все, ребята, за нее заносится, или мне кажется? Как будто не понимаю. Position. Вот, видите? Да, все-таки вот так нужно. Так, поэтому здесь, кстати, значения мы берем. Врапер, баттон. И вот, да. Ну, в Zendinx можно прописать прям единичку. Все, ребят, вот как-то такая секция. Вот как у нас получилось. И вот как в оригинале. Я думаю, здесь нужно отступы задать побольше. 56. Давайте напишем все-таки. Padding. 8 я хочу побольше. И 56. Да, да, теперь похоже. Вот такое, ребят, видос. Сколько у нас там по времени получилось-то? Так. Вот с собой стачка делась. Ой-ой-ой-ой. Не вижу, сколько времени. Ладно, ребят. Огромное спасибо за просмотр. С вами был Макс. Канал, собственно, Red Group. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро качество контента станет гораздо лучше, когда я определюсь уже сделать все рабочее место. И так далее. Вот. Даже когда я уеду в отпуск, я планирую отъехать, не знаю, в конце июля. Вот. Все, как я буду путешествовать. Возможно, я отсниму на свой другой канал, Макс Шушвал. Поэтому ссылочка в описании. Это мой личный канал. И, собственно, возможно, я отсниму. Возможно, нет. Не знаю. И что я хотел сказать. Я заранее отсниму ролики так, чтобы пока я уехал, чтобы ролики выходили и вас не оставить без контента. Огромное спасибо за просмотр. Огромное спасибо за то, что вы подписаны на канал. Оформляйте подписку на сайте html.ru. Очень крутой ресурс. Ну, вот, в принципе, вы, я думаю, уже все знаете. Это мой проект. Пиариваю в каждом выпуске. Вот. И там очень много регистраций уже. Ну, как бы, сколько там? Две-триста человек уже на сайте. Спасибо за просмотр, ребят. Хорошего вам дня. Хорошего вам вечера. Всем пока. Так. И нужно еще выключить камеру. Субтитры сделал DimaTorzok